Моей задачей сегодня является обсуждение с вами целесообразности внесения изменений в существующие рекомендации по коррекции кардиоваскулярной токсичности. Как вам всем хорошо известно, под кардиотоксичностью подразумеваются самые различные нежелательные явления со стороны сердечно-сосудистой системы, вызванные противопоклевой терапией. Кардиотоксичность может проявлять себя как в процессе лечения, так и после его окончания и является частой причиной приостановки или отмены противопоклевлечения и ухудшает прогноз пациента. Вам известны многочисленные сердечно-сосудистые осложнения противопоклевой терапии. И для каждой группы противопоклевых средств характерны свои излюбленные осложнения. И в их спектр входят и дискуссия левого желудочка, артериальная гипертония, ишемические осложнения, бенозные тромбозы, тромбоэмболические осложнения, о которых сегодня речь уже шла, аритмии. И в настоящее время целесообразность мультидисциплинарного подхода при назначении кардиотоксичного лечения не вызывает никаких сомнений. И понятно, что кардио-онкологическая помощь необходима для обеспечения безопасного проведения противопоклевлечения в полном объеме. И с этим принимаем во внимание имеющиеся у пациента сердечно-сосудистые заболевания, факторы риска, данные, полученные в процессе обследования кардиологического пациента, онкологическое заболевание, планируемую по его поводу противопоклевлую терапию и возможные ее потенциальные сердечно-сосудистые нежелательные явления, кардиолог с онкологом должны уметь оценивать риск кардиотоксичности, проводить кардиомониторинг, осуществлять профилактику сердечно-сосудистых осложнений. Они должны совместно принимать решение о проведении прерывания или возобновлении кардиотоксичной противопоклевой терапии и давать рекомендации по наблюдению, в том числе после завершения лечения. Типичный клинический пример. Пациентка средних лет, диагностирован рак молочной железы, гормон позитивный, хит-2 позитивный, страдает артериальной гипертонией, гиперлепидемией, ожирением. Планируется стандартное лечение, включающие антрациклины, токсаны, тростозумаб, оперативное лечение, лучевую терапию. Какие вопросы встают перед онкологом? Возможно ли проведение просьбового лечения в запланированном объеме? Какой объем кардиологического обследования до и в процессе лечения нужен? Необходима ли профилактика кардиотоксичности и какая? И нужна ли консультация кардиолога? Очевидно, что на эти вопросы невозможно ответить, не оценив риск кардиотоксичности. К сожалению, в настоящее время не существует такого унифицированного подхода, общего подхода стандартизированного для оценки риска кардиотоксичности. И в имеющихся рекомендациях 2020 года для каждого вида кардиотоксичности представлены факторы риска. Но невозможно, опираясь на них, однозначно сказать низкий, средний или высокий риск. Конечно, предпринимались попытки формирования шкала оценки риска. В некоторых из них учитывался возраст, фракции выброса левого желудочка. Другие больше уделяли внимание сопутствующей сердечно-сосудистой патологии. В некоторых учитывалась планирующаяся противоокупливая терапия. Но очевидно, что эти шкалы имеют ряд ограничений. Во-первых, они прежде всего сконцентрированы на антрациклинах, тростозумабе, но не учитывают другие, в том числе новые противоокупливые средства. Они разработаны преимущественно для больных рака молочной железы. И в них учитываются далеко не все параметры. Например, только возраст и фракция выброса левого желудочка. Или вообще в их разработке использовались только данные по больным безотходных сердечно-сосудистых заболеваний. Не учитываются такие факторы, как сердечные биомортеры, показатели липидного спектра, креатинин, гликированный гемоглобин. Поэтому очевидно, что натрела необходимость создания таких стандартных инфицированных шкал, которые были бы удобны для онкологов и онкогематологов. Такая методика стратификации сердечно-сосудистого риска онкологических больных, которая проводилась бы до начала потенциальной кардиотоксичной противоокупливой терапии. И задачу такую перед собой поставили специалисты кардио-онкологической группы Ассоциации сердечно-недостаточности Европейского кардиологического общества в содружестве со специалистами Международного кардио-онкологического общества. Предложена им методика стратификации исходного сердечно-сосудистого риска, основана на факторах, которые зависят как от противоокупливой терапии, так и от состояния пациента, учитываются исходные сердечно-сосудистые заболевания и факторы риска, сопутствующие заболевания, состояния, данные кардиологического обследования, среди которых обязательная КГ, эхокардиография и биомаркеры сердечные при доступности, и, конечно, учитываются планируемые предшествующие кардиотоксичные лечения. После заполнения так называемых чек-лифтов пациент может быть распределен в одну из категорий риска – от низкого до очень высокого. Прежде всего, представлены группы препаратов. Если планируется лечение этими препаратами, специалисты предлагают прородить оценку риска до начала противоокупливой лечения. И, как вы видите, тут не только антрацептивные антибиотики и Р2-таргетная терапия, тут ингибиторы ЛИДЖФ и андрогенно-деправиационная терапия и так далее. Вот так выглядят эти чек-листы. Ну, как пример антрацеплины и Р2-таргетная терапия. Нетрудно заметить, что пациенты, имеющие исходную сердечно-сосудистую патологию, сниженную фракцию выброса левого желудочка, и те пациенты, которым до того уже проводилась кардиотоксичная терапия антрацеплинами, относятся к категории высокого и очень высокого риска. Но, может быть, что у пациента и нет этих факторов. Например, в нашем клиническом примере пациентка, у которой есть артериальная гипертония, ожирение, у нее нет исходности тяжелого поражения сердечно-сосудистой системы, однако планируется терапия антрацеплинами, за которой будет следоваться трюктузума, будет выполнена лучевая терапия. И по сумме баллов, согласно этим шкалам, пациентка имеет 5 баллов, что тоже соответствует высокому риску. В качестве примера хочу вам еще показать другие шкалы. Например, шкала оценки риска при использовании ингибиторов ВИДЖФ. Вы видите, что тут тоже присутствуют тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, возраст, однако есть уже свои особенности. С учетом того, какую токсичность мы ожидаем от этой терапии. Тут уже уделяется внимание интервалу ПТ, и придается совершенно другая степень риску пациентам с артериальной гипертонией. Если в предыдущих это был средний риск, то тут при наличии гипертонии пациенту уже сразу автоматически можно отнести к категории высокого риска. Несколько иначе выглядит оценка риска сердечно-сосудистых осложнений при использовании андрогенной депрадиционной терапии. Поскольку основным осложнением является прогрессирование атеросклероза и ишемической болезни сердца, то как раз и предлагается оценивать десятилетний риск развития ишемической болезни сердца, используя уже имеющиеся в кардиологии шкалы. Существуют эти калькуляторы, они представлены. Итак, если, запомнив эти чек-листы, пациент не набирает ни одного фактора риска или имеет один средний фактор, то его абсолютный риск сердечно-сосудистых осложнений в процессе противового увеличения можно расценить как низкий. Если он набирает средний фактор риска с общей суммой баллов от 2 до 4, то абсолютный риск в пределах 2-9%. Если он имеет хотя бы один высокий фактор риска, то его уже можно относить к категории высокого риска. И, как мы с вами видели, при сумме баллов 5, даже при наличии только средних факторов риска, пациент тоже может отнестись к категории высокого риска. Если вы оценили риск пациента как высокий или очень высокий, то именно его нужно направить к кардиологу с целью оптимизации лечения сердечно-сосудистых заболеваний, коррекции факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, определение индивидуального плана наблюдения в процессе противового клюитерапии. Ну и при среднем риске тоже стоит рассмотреть направление к кардиологу, хотя эта рекомендация не столь строга. От риска исходного, который оценивается до начала терапии, зависит частота мониторинга в процессе противоопухолевой терапии. Но все мы знаем, что при назначении кардиотоксичного лечения, даже в отсутствии каких-то симптомов, всем пациентам рекомендуется определенный мониторинг. Но если у пациентов низкого риска, его можно осуществлять довольно редко, по той схеме, к которой мы привыкли, то при высоком риске может потребоваться более частый мониторинг. И специалисты Европейского федологического общества предлагают конкретные данные. Но пока это разговор о будущем, я просто хотела продемонстрировать, как важно знать, к какой категории риска относится пациент, поскольку это влияет на тактику его мониторирования. То же самое относится к профилактике кардиотоксичности. Прежде всего, в зависимости от того, имеет ли пациент какие-то сердечно-сосудистые заболевания исходно, проводилась ли ему ранее кардиотоксичная терапия, были ли на нее какие-то негативные нежелательные эффекты, можно говорить о первичной или вторичной профилактике кардиотоксичности. И абсолютно всем пациентам, независимо от риска, можно давать рекомендации по коррекции модифицированных факторов риска и лечения имеющихся сердечно-сосудистых заболеваний, которые проводятся согласно общепринятым рекомендациям. И очень важный аспект – это аэробные и физические нагрузки, которые, как вы знаете, не только улучшают приносимость противоопухолевой терапии, но и способны снизить риск развития сердечно-сосудистых осложнений, а у определенных категории онкологических пациентов, таких как больные раком молочной железы, полуэректальным раком, даже влияют на прогноз. А вот если пациенты относятся к категории высокого риска, то тут стоит обсуждать модификацию противоопухолевой терапии. Например, использование менее кардиотоксичных режимов. Безусловно, если имеются доказательства не меньшей их эффективности. В этой же ситуации нужно обсуждать использование кардиопротекторов. В каких конкретно это уже будет зависеть от режима терапии и предполагаемой кардиоакулярной токсичности ее риска. И в заключение еще раз хотела обратить ваше внимание на то, что оценка сердечно-сосудистого риска необходима для минимизации связанных с противоопухолевым лечением сердечно-сосудистых осложнений и должна проводиться всем пациентам до начала потенциально-кардиотоксичного лечения. Предложенная экспертами Ассоциации сердечно-недостаточности Международного кардиоакулярного общества методика представляет персинфицированный подход к оценке использования сердечно-сосудистого риска онкологических больных. Безусловно, это только предложение. Необходимы дальнейшие исследования для валидации этих шкал оценки и оценки их влияния, влияния их использования на сердечно-сосудистый, онкологический и общий прогноз о онкологических больных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok